так друзья мои всем привет ветер сдует с этой стороны поэтому я сегодня вас буду как борис джонс буря буря джонсон он же всех киданул всех посадил и сам его ушли вы ушли что друзья мои мне хочется с вами сегодня поговорить на довольно таки неприятную для меня тему всех конечно там подробности я уже раскрывать вам не буду не хочу грузить и не надо в принципе знаете как мусор выносить речь пойдет сегодня а вот этой горе под названием гибралтар ну знаете мне конечно поражало то что люди пишут феликс почему вы выбрали линею для переезда но неужели может быть еще какая-то причина почему человек переезжает в ля линею ну неужели есть вообще какая-то другая причина причина по моему может быть только одна потому что здесь рядом гибралтар это было по моему очевидно с первого дня но не все догадались но сегодня я вам открываю тайну века просто почему я переехал сюда в ля линею потому что вот из-за этого гибралтара переехать я переехал и как вы понимаете я уже месяц больше месяца здесь я полтора месяца здесь и неужели вы думаете что за эти полтора месяца я бы не сводил бы вас в гибралтар и не показал бы вам гибралтар конечно бы я это бы сделал обязательно для своих любимых подписчиков даже тех кто не ставит лайки и пишет комментарии не поддерживает канал для всех я бы это сделал от чистого сердца как и вообще веду этот канал я но в жизни бывают и неприятные моменты и вот такой вот неприятный момент это и есть вот этот гибралтар потому что я со своим паспортом не могу пройти в гибралтар потому что у меня паспорт не евросоюза и мой вид на жительство не позволяет мне тоже пройти в гибралтар там должен быть вид на жительство по 7 по семье ну то есть если ты муж жена либо партнер жителя евросоюза ну либо если у вас есть британская виза потому что это часть британии у меня нету британской визы но и тем более у меня вид на жительство европейского союза просто обычный как он называется долговременный пмж в евросоюзе но он не считается гибралтарцами для въезда и поэтому я вот попал в такую же небольшую же и с документами тоже же вроде как я там радовался некоторых видео что вроде как все пошло я только порадовался и сразу же все пошло не так как должно было идти сожалению непрофессионализм людей меня очень сильно подвел я немножко ну я лоханулся я скажу честно я просто лоханулся сильно ветер давайте наверно пойду в дом смотри ты что делал тут пока папы не было скажи без силы не спустился просто от ветра не был там звук я тоже тут могу вам показывать за гибралтар но я не хочу вам больше показывать гибралтар я думаю ладно сяду просто нормально с вами поговорю и расскажу и вообще все ну да видите как бы уже как бы даже с моей стороны ну просто тупо глупо скрывать почему я не иду в гибралтар да потому что некоторые подписчики конечно же спрашивают некоторые пишут вообще какую-то ересь феликса почему вы не сходите гибралтар у вас что нет шенгенская виза а гибралтар что в шенгене хочется вот я и так написал просто думаю ну прежде чем писать комментарий хотя бы это посмотри хоть что-то ну ладно не будем об этом ну значит такие дела ребята значит такие дела что в гибралтар меня как бы не пускают и список там документов которые надо собрать но он какой-то абсолютно дебильные и если честно то то и не хочется мне уже его делать этот список просто потому что я думаю неужели это гора того стоит просто такой ощущение понимаете вот это вот те моменты когда ты реально но чувствуешь себя немного я не люблю это слово второсортным человеком понимаете урлычеством ясно они сейчас будет проситься наверху что он тоже был наверху и когда мы спускаемся я закрываю дверь он начинает орать почему ты меня спустил вниз открой я пойду один на террасу нет да конечно кто не знал гибралтар это самая высокая это первая страна в списке по ввп на душу населения они очень богатые там конечно безумно дорогой недвижимость безумно дорогая британцев здесь они довольно таки у них девиз такое кипы джебралтар open for business ночи то я что не особо что они рады принять всех либо может быть они просто не рады принять беларуса знаете что что-нибудь такое но значит то прохода на данный момент гибралтар у меня нету пришлось даже обратиться к независимому так скажем эксперту потому что ну потому что те люди которые должны это все было делать они просто я не хочу ничего говорить но если честно просто в шоке от того что происходило эти полтора месяца да то есть я вам это все не рассказывал потому что ну поймите меня у меня канал такой как я не хайпую знаете ну как немножко хайпу и конечно в названиях может быть но по сути вам рассказы нормальной обыкновенной истории своей жизни то есть то что происходит конечно мне хотелось вам просто сделать такой сюрприз ну как сюрприз да вот просто чтобы вы зашли на канал и увидели что сегодня там мир видео из габиралтара то есть мы с вами гуляем потому что вы знаете как вы любите прогулки я тоже обожаю с вами прогулки прогулки по риге ссылки оставлю кто не смотрел да конечно же мне хочется вам показать все ну мне хотелось сделать такое знаете как сюрприз и сюрприза вот не будет вместо сюрприза будет вот это вот видео которое я сейчас сижу и снимаю напротив этой горы понимаете вот она вот вот она там понимаете я на нее переплыть могу я могу пинда не доплыть я хожу на пляж вот я просыпаюсь и каждый день ее вижу понимаете эту гору я на пляж хожу вот и я ее вижу узнаете там и все дела но туда я не могу сейчас пройти со своим паспортом но этот вопрос решается то есть я не говорю что это все растянулась на гораздо больше срок да то есть тут как бы еще завязана же испанская сторона знаете все тут то сюда то сюда вот я тут в испании тоже обратился к в компанию миграционную такую ее ведет организовали две женщины одна кстати из латвии мой забыл какой город извиняюсь онлайн и и вторая украинка они очень тут как бы помогают у них 400 семей переехала уже за так скажем ну русскоязычных стран да то есть те кому нужны визы то есть россия вот ларусь украина там казахстан и другие конечно же стран они помогли уже очень долго на рынке я вот расскажу об этой консультации уже следующий раз чтобы уже в видео так не не переполнять информации то есть у него гибралтаре вот очень хорошая консультация кстати мне очень понравилось если вам интересно там то вы мне какие-нибудь там знаки внимания поставьте лайки комментарии расскажу дам ссылочки конечно хорошая консультация так четко по делу что как помогла мне там записала меня на прием для оформления этого необходимых документов и тогда я очень люблю когда вот так все четко и четко и по по телу да так что вот так вот друзья мои вот смотрю там марокко марокко это уже не могу без визы и гибралтар и в гибралтар я тоже не могу без визы то есть надо оформлять визу но виза оформляется как бы как ее оформите надо формить откуда-то понимаете даже не можешь ее оформить гибралтара надо ехать куда-то и оформлять и вот это все дополнительные деньги стресс перелеты и так далее и тому подобное ну если это выйдет как бы то выйдет а если не выйдет то и не выйдет тогда извините я вам покажу гибралтар и смотрите где-нибудь в другом месте смотрите где-нибудь в другом месте но что я могу сделать в такой момент но как бы видите я уже каком-то видео об этом говорил да вместо которым тебе суждено быть ты там всегда окажешься место где тебе не суждено ты можешь тут хоть я не знаю головой биться об стенку но ты туда не попадешь ну давайте посмотрим вы же наблюдаете за мной а я вам все показываю попаду я туда не попаду я сам да господи я не знаю мне это неприятно понимаете мне это неприятно конечно это очень неприятно потому что вот в такие моменты ты себя чувствуешь таким как бы второсортным человеком знаете потому что туда в принципе может зайти любой житель евросоюза там киллер убийца насильника кто угодно знаете а я но вы прекрасно понимать все нормально человек и меня не пускают да вот как говорят некоторые что типа но те кто вот например в азиатской внешности там черненькие и так далее что их сразу вот как бы вылавливает там полиция ну почему потому что они другой внешности а я им всегда говорю ребят посмотрите на меня я металл 90 блондин с глубины глазами и все и вот я иду и они мне улыбаются как только я достаю свой паспорт знаете все все меняется я становлюсь таким же как вы да то есть вам только вас вычислили до этого понимаете а меня уже после ну такие вот дела у меня с гибралтаром так что кто знает может быть придется собирать скоро сумку и возвращаться обратно в ригу хочу тут сидеть тогда в ля линей я же не в ля линей сюда приезжал правда вот точно гибралтар у меня были другие планы другие планы эти планы конечно бы рассказал тогда когда бы я туда попал потому что ну сейчас уже просто глупо понимаете прыгать через голову и рассказывать вам свои планы да и если я не достану эту визу то все планы в принципе погорят ну теперь вы хотя бы знаете почему я переехала для линею всем удачи жду ваши комментарии